Привет, друзья! Что делать, если вам приходится общаться с очень неприятными для вас людьми? Или сам факт общения, а человек очень приятный, но на неприятную тему. Или, например, боль, если вам приходится общаться со своей болью. Ну, общаться я говорю условно, но понятно, я имею в виду, когда вы что-то испытываете, что-то переживаете, как быть в этом... Вот ко мне звонят больные, очень тяжелые больные, очень тяжелые больные, и они говорят, мы много лет страдаем, мы никак не можем нормально спать, и вот это бывает, и в такой момент, когда я еще только встал, и вдруг сразу обрушивается. Ну, вот я хочу спросить, задать какие-то вопросы, и вот я разговариваю с человеком, вот я с мужчиной разговариваю, я ему задаю вопрос, он начинает отвечать на них, и в этот момент сидит вот так, и вот так начинает делать. Я его спрашиваю, зачем ты так делаешь? Он говорит, да. Он в этот момент, когда все сортачивается над ответом на вопрос, снимает лишнее напряжение невольно, инстинктивно, вот таким повторяемым движением. Это мы все так делаем. Или мы теребим что-то в руках, или чешем голову, или покачиваемся. Повторяемые движения снимают напряжение. Поэтому обратите внимание, во-первых, за собой, что вы начинаете делать, когда вы начинаете нервничать, и делайте это осознанно, сознательно, в виде упражнения. Несколько раз в день, по несколько минут. И вы заметите, что вы станете лучше спать, станете увереннее, почувствуете, что болей меньше, и переживаний меньше. Но самое главное, что делать, когда у вас сильные переживания. Выпустите пар. Делайте те движения, которые вам хочется делать. А самое главное, если у вас есть хронические боли, задумайтесь над тем, может быть, в детстве, или в подростковом возрасте, или в каком-то этапе жизни у вас был какой-то острый стресс, было какое-то событие, в котором вы вдруг подумали, а вдруг я заболею, или вдруг теперь будет голова, а потом болеть. Ну, разные случаи бывают, например, колено себе расшиб, и подумал, ну вот теперь я буду болеть всю жизнь. И зацепило. Вот подумайте, сделайте себе такой самоанализ, и это можно сделать на фоне повторяемого движения. Вспоминайте в детстве, что такое было, когда у вас возникла первая мысль, что, может быть, голова будет болеть, или что-то будет неприятное. Вспоминайте, и при этом автоматически вы от этого, получается, избавляетесь. До встречи, друзья. Скоро у нас вебинар с Валентиной Эдуардовой Киселевой. А потом у нас будет вебинар по развитию изобретательского мышления, чтобы вы все в условиях неопределенности быстро соображали, что вам нужно делать. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо.